Сегодня я более детально расскажу, может быть, кого-то заинтересовало об этом подъемнике. Значит, делал я его из того, что было, то есть тут квадрат, у меня труба, работает хорошо, вообще делал я его для подъема буса, значит, длина его, от размера лучше всего, конечно, не отступать, например, здесь выставлен высота так, если ее поднять, например, что машина будет подниматься на 20 сантиметров выше, то до нее уже будут доставать не столь удобно, то есть надо будет сидеть на полуприсевших ногах, так и свободно могу сидеть на заднице, так сказать, и крутить низ. Метр девяносто. Ширина вот этой вот планки у нас будет, у меня сто два, ну неважно, можно сто делать. Значит, с чего он делает? Вот эти вот трубы у меня лежат, они должны быть трубой квадратной, 60 на 60 с точной стенки 3 миллиметра. Вот это все, вся конструкция вот этих вот двух рам должна быть из 40 на 40. Значит, важности, значит, здесь важно, первое что, никаких уголков в данной конструкции не должно быть. Ну, при таких нагрузках он начнет перекручиваться, этого ничего не должно быть. Вот у меня здесь косячок номер один. Вот если видно, это не уголок, это такая вот хрень. Вот она у меня перекручивается, значит, все вот эти соединения должны быть оплотными, чтобы не играли. Если здесь, также здесь вот, вот в этом месте, тоже где оно соединяется все, не знаю, кто видно, не видно. Также и здесь вот оно будет гулять, то есть соединения будут неплотные. В первую очередь это сыграет на движении вот этих каточков. При перекосе один каток пойдет вперед, второй назад, оно съедет и упадет. Поэтому эти рамы, две вот эти рамы ни в коем случае не должны перекручиваться. То есть должны быть изготовлены строго из квадрата. Даже если эта часть начнет поднимать автомобиль первую, упрется в него, а эта дотронется через 10, допустим, сантиметров, данная конструкция не перекашивается. Если она будет изготовлена из уголка, она сразу же перекосится. Соответственно перекосится и вот это вот, вот эти вот ролики, ролики с катками. Вот. И она с полозьев этих просто съедет. Ну, конечно, можно еще закрепить, чтобы она типа канавок была, там эта вся байда. Вот. В принципе, как бы все понятно, я объяснил, да? Показал. Если что не понятно, спрашивайте в комментах. Дополню. Значит, как поднимается здесь зад. Вот эта вот штучка, она вращается. Именно она, ну, здесь, конечно, должны были резиновые эти быть. Вот. А вот эта вот штука, она идет до зада. Сейчас вам покажу. Вот видно, вот сюда должно вставиться это. И таким же шарниром мы собираем соединиться здесь. Вот так. Ну, здесь еще должна быть потом вот так вот эти планочки вот сюда. Конструкция будет идентичная. Такой, как вот как спереди здесь. Точно такой же должна быть. Вот она приварена, должна идти и здесь вот. Опять же, это должна быть на шарнире. Потом у нас шарнир будет здесь и здесь шарнир. И когда оно поднимается все, оно поднимается вместе с этим. Вот. Видно? Да. Ну, сейчас я отойду, чтобы, может, кому непонятно будет. Ну, вот как-то так вот оно должно быть. Вот. И то тянет это, и все поднимается. Вот. Но, в принципе, как бы это не обязательно, потому что, если правильно выставить машину попереду, то есть центр тяжести выбрать правильно. Ее, например, я поднимал зад один руками. Если еще бы чуть-чуть вперед подал, я бы зад поднимал одной рукой. Вот. Значит, здесь я сделал цепь. Лебедка должна быть не такой. Немножко другая, такая рычажная. Это неудобная. Вообще, это подвесная такая. А сюда вот еще нужно уварить. Обязательно нужно уварить. Вот. Сюда такие вот уголочки, которые будут идти и скреплять вот это вот. Чтобы не было перекоса, я вварил ее целиком. Всю. Теперь я могу отрезать ее здесь. После того, как усилию ее здесь уголками, перережу. И они уже будут направлены, то есть, приварены правильно. Вот здесь уголочек. Так, да? Ну, вот как бы и все. Еще раз покажу, как оно здесь сделано. Навесы-то у меня вообще другие там вообще байда. С калиток там. Вообще, шарниры главное, чтобы были без люфта. Чтобы оно не играло. Это важные условия. Значит, работает очень хорошо, повторюсь. Косяки, если и есть, то только в моем изготовлении. А в принципе, работы его все отлично. Ну, ура. Мне как бы зад делать не к спеху, потому что поднимать зад легко и одному человеку. И руками. Так что я его-то сделаю, закончу я его. Но чуть позже. Сейчас нет времени. Ну, все. Всем пока. Если что не поняли, пишите, объясню. А вот и малыш тот, который бегал. Вот он. Субтитры сделал DimaTorzok